Здравствуйте, уважаемые партнеры! Многих предпринимателей интересует вопрос, как правильно строить структуры сети. Этот вопрос мы рассмотрим вместе с председателем компании Атоми Пак Хангирем. Президент компании будет на примерах объяснять, рисуя схему структуры на доске. На самом деле, в том, чтобы построить структуры, нет ничего сложного. Следует придерживаться простого правила, установленного изначально. Например, одну из структур называют спонсорской. И как многие неправильно говорят и думают, что левую спонсорскую структуру строит исключительно вышестоящий спонсор, и только он один. В то же время, сам спонсор иногда говорит своему партнеру, что тот может строить только свою правую структуру, а левую спонсорскую структуру он будет строить сам. И тогда представьте, если каждый будет говорить, ты только лишь струй одну правую структуру, а левую структуру буду строить исключительно я один. И получится, что каждый будет строить лишь по одной структуре. На первый взгляд, это покажется вполне замечательный способ построения сети. Очень классный и очень легкий. То есть, каждый строит по одной структуре, и все прекрасно получается, и все должны быть успешными. В итоге получается, что это не бинарный маркетинг, где строят две структуры, как первоначально было установлено, а другой маркетинг, где каждый строит только одну структуру. Вот это и является подводным камнем, на который попадаются многие партнеры. В истории нашего сетевого бизнеса в Корее действительно были такие случаи, когда каждый строил только одну структуру. То есть, получается, одноструктурный маркетинг. Например, одному из партнеров спонсор говорит, чтобы он строил одну структуру. И этого партнера мы условно обозначим как партнера A. И представим, что A партнер строит свою правую структуру, и у него очень хорошо получается. Правая его структура растет и развивается, и все хорошо и замечательно. Но если посмотреть на полную картину, если посмотреть на структуру вышестоящего спонсора, который стоит над партнером A, над партнером A, то мы увидим его две структуры. В той структуре, в которой он пригласил партнера A, все благополучно развивается, и структура развивается. Но вторая структура спонсора стоит на месте, и не развивается. Она без движения вперед. И наставник видит это, все прекрасно понимает. Он видит, что с партнером A он благополучно строит одну ветку, а вторая его структура не растет, и по отношению к нему вторая структура на данный момент является малой. И спонсор переходит строить малую структуру, а партнер A далее проявляет огромную активность. Что же происходит тогда? Когда наставник переходит на свою малую структуру, а спонсорская структура партнера A перестает расти. И что происходит? Получается, наставник по отношению к партнеру A не выполнил обещания, не сдержал слова. Когда он вначале говорил, что будет строить спонсорскую структуру сам, а партнер будет строить только свою правую. Получается, он нарушил условный договор, и получается, что партнер A что у партнера A правая структура, которую он строит самостоятельно, развивается, а левая спонсорская структура останавливает свое развитие. И тогда партнер A начинает предъявлять претензии и начинает ругаться из-за того, что спонсор обещал строить спонсорскую левую структуру самостоятельно. И в итоге вся структура начинает ругаться между собой, предъявляя по цепочке претензии, потому что A-partнер вынужден перейти на свою спонсорскую структуру и начинает строить ее самостоятельно. И у него партнеры начинают задавать тот же вопрос, почему прекратилось строительство их левой структуры вот таким образом проявляется очень много проблем из-за этого все ругаются система вознаграждения в компании атоме зависит от развития двух структур поэтому обязательно каждому предприниматель предпринимателю необходимо развивать две структуры именно в две структуры приглашать лично своих приглашенных успех тех партнеров которые строят одну структуру и предпринимателей кто строит две структуры кардинально отличается друг от друга в первую очередь разница в вознаграждениях и поэтому среди тех партнеров которые строят одну структуру очень мало кто выходит на дохода и это очень выгодно системе потому что товарооборот совершается но партнеров которые выходят на вознаграждение мало но партнеров которые строят по 2 структуры каждый каждый из последующих партнеров дублицирует их действия и каждый при построении двух структур получает больше вознаграждений от того же самого этого оборота при одностороннем построении структуры поэтому при построении самое важное чтобы абсолютно каждый строил две структуры а спонсор это тот человек который помогает своим партнерам его Но помощь заключается в наставлении. Еще один пример составления треугольников, как делают некоторые в бизнесе. Если вы строите треугольники, то происходит приблизительно то же самое, и бизнес не построится. Например, многие приглашают в бизнес папу и маму, или дочку и сына, и начинают строить им по две структуры. Это тоже неправильное построение сети. Строить по две структуры каждому партнеру – это неправильно. Когда мы приглашаем своих людей в две структуры своих партнеров – это неправильно. Безусловно, хорошо, когда все структуры наших партнеров балансируют. Но каждый должен соблюдать правила и строить по две структуры в своем бизнесе – не по четыре, не по пять, не по шесть и не по одной. Поэтому задача каждого предпринимателя, который решился на бизнес Атоме, привести по нескольку своих партнеров в левую и правую структуру. Но, как Великая, великих партнеров в Makeup – это не по четыре, не по четыре. Но, это или нет, герой – это нынешний партнеров в левую структуру. Вместе с этим улучшим тренировок. Вместе с этим улучшим партнеров, облаживающим партнеров в левую структуру. В итоге из наших клиентов, когда они приходят в партнерство, они выходят на статус мастера продаж. Самое правильное, если вы своих приглашенных приглашаете именно в две структуры, в правую и левую. А вы знаете о том, чтобы стать бриллиантовым мастером, необходимо в левой структуре и в правой структуре выстроить одновременно по два мастера продаж. И ваша цель – обучить каждого партнера в сети, чтобы они тоже, как и вы, строили по две структуры в бизнесе. Приглашали своих людей в левую и правую структуры. Тем самым формируется команда, в которой наставники начинают вместе развиваться, начинают обучать команду и двигаться вперед. Поэтому важна постановка цели изначально и правильное построение структуры. Если появляются партнеры в другой сети, в другой структуре у нашего партнера, это не означает, что это не наши партнеры. Это все наши партнеры, которым мы даем информацию и говорим, чтобы обязательно соблюдали бинар, то есть строили левую и правую структуру из своих личных приглашенных. Таким образом, постепенно разрастается сеть и все в позитивном, хорошем настроении. Исходя из устава компании, не нарушая правила компании, двигаются, развиваются и строят грамотную свою сеть. Когда ваша сеть становится огромной, вы не можете общаться с каждым вашим партнером из ваших веток. И поэтому компания проводит семинары. Каждый месяц Академия Успеха, каждую неделю Ван Дэй семинар, каждый первый понедельник нового месяца онлайн семинар Доброе Утро. Также ваши руководители центров проводят обучающие лекции, дают правильные наставления, отвечают на вопросы, учат, как развивать грамотный бизнес. Используя все данные механизмы, можно добиться успеха, поэтому для успеха компания постоянно работает и передает информацию. Я надеюсь, что лекция оказалась для вас полезной. Всем во благо, и я ответил на ваши вопросы. Желаю вам успехов и процветания!